Добрый день всем кто заглянул на мой канал меня зовут Регина и у меня продолжаются пересадки мои это две клеопатры которые я купила с разницей в один день сначала я купила вот эту клеопатру стандартную которая с правой стороны а потом я пошла обе куплены в леруа и потом на следующий день я снова попала в леруа и нашла нам эту бабочку она у меня есть в обзоре оттуда и вот такая вот такая красота и это прекрасно стандартная вот она лапонька и бабочка тоже прекрасно единственное что я очень переживаю чтобы бабочка не было помороженной потому что у неё корешочки были немножко неестественного цвета и она была очень сильно сильно политой и горшочки были холодные прям у тех вот что которые были политы орхидеечки там и я несколько дней и и не поливала вот она у сохла сейчас на сухие корни вроде смотрится пока что относительно нормально нормально выглядят и я надеюсь что и дальше мне опасаться нечего очень на это надеюсь потому что бабочка замечательная и такое ощущение как будто она слегка так ароматит но не то чтобы ароматит но может быть возможно от того что может быть у нее цветочки просто относительно свежие и поэтому у них есть такой легкий травяной какой-то такой вот аромат а у этой у этой лапоньки никакого аромата я не ощущаю но даже у бабочки аромат он если очень сильно прямо вот принюхаться носиком прям уткнуться в цветочки вот тогда ощущается начну их обе пересаживать кустики у обеих орхидей в принципе одинаковые по размеру хотя вот у этой орхидеечки у нее листья крупнее чем у бабочки корешочки в принципе вот это у стандартные клеопатры корешочки пока выглядит нормально хотя ну не знаю может быть я придираюсь но на мой взгляд они уж больно светлые конечно понятно что у неполитых орхидей корни серебристый но вот поэтому меня и смущает немножко это вот корешочки бабочки поэтому меня и смущает немного их цвет потому что есть какой-то оттенок какой-то на мой взгляд немножечко не совсем естественный ну ладно время покажет так займусь стандартной стандартной красоткой уберу цветонос и вот пока я снимаю цветонос я хочу рассказать о своей группе вконтакте если кто не знает у меня есть группа вконтакте про орхидеи фиалочки ссылка на мою группу под видео поэтому заходите присоединяйтесь выкладывайте фотографии своих цветочков я всем буду рада возможно когда-нибудь в моей группе появится альбом о продажах орхидеи чик что-то из моей коллекции что-то интересное то что я буду находить на базе или в юге или в раките это все у нас в самаре эти две такие вот базы конечно цены там далеко не дешевые цены такие же как в магазинах ну с разницей ну возможно в среднем рублей 100 разница что-то дешевле что-то что-то также стоит в целом в целом цены в принципе одинаковые и поэтому если я буду что-то брать на продажу то только что-то интересное например те же варигатные орхидеечки если будут мне попадаться хорошие экземпляры потому что их очень много привозят в продажу с полным отсутствием корней просто с гнилыми корешочками в этом в этом году архидеи продаются вот в такой довольно хорошей коре хорошей фракции не в не в этом году а вот эти последние несколько завозов и эту кору я тоже буду использовать буду ее просушивать этот листочек тоже уберу тут не нужен пока ее отложу стандартную посмотрим что здесь с бабочкой бабочка она тоже сидит такой же коре горшочки не промаркированы хотя там в леруа стояли и промаркированные горшочки тоже на брайт маю попугайчики и еще была орхидеечка желтая с малиновой губой как же она называется на то ли на м то ли не на м то ли что-то похожее на м на букву м 3 3 гибрида были промаркированы ну у бабочки конечно корней не так много это не совсем немного не так как под стандарт лежит рядом ну лишь бы были здоровы как этот ювенильные листочки я тоже уберу этот листик я пока оставлю сейчас я обе обе им удалю все эти сухие кончики пойду по промою их обе просушу обработаю фитовермом зеленым мылом и продолжу бабочка обе клеопатры просохли но мне не нравится состояние корешочков у бабочки потому что после того как вот они подсохли я убедилась в том что все таки корешочки маленько подмерзли особенно вот вот по тем корешочком что в центре видно то что было под торфяным стаканчиком тут вот целая гроздь вот эта сторона работает а тут это уже все гнилое я не вижу смысла это оставлять и вот именно как раз вот из-за этой грозди я и в основном и переживала потому что вот мне казалось что у нее цвет не очень хороший тут вот корешочек тоже но этот еще можно оставить вот здесь него немножечко его просто подрезать вот это вот гнилью а так вот и здесь тоже вот он все этот корень он не имеет смысла и тут он подгнивает он прям пустой здесь вот вот я их трогаю они прям пустые ну жалко конечно жалко оставлять это вернее отрезать это все но нет смысла нет держать только ради того чтобы один тяж работал уже столько с этим сталкивалась когда вот так вот вся грозь гниет в горшке не вижу смысла вот здесь тоже вот этот корешочек но получается толком корней у нее нет вот и это именно то чего я и опасалась ну ладно лишь бы она вообще выжила потому что цветочек замечательный очень красивый ну зато со стандартным цветочком здесь корнями намного лучше ситуация вполне неплохая ну есть конечно вот здесь кстати вот вижу тоже корешочек подпорченный вот так вот что то видно какие то корешочки видно в мокром состоянии что они гнилые что то видно что они гнилые после того как они подсохнут и начинает вот усыхать и уже видно что это не рабочий корень вот тоже вот момент вот вот большой корень и кстати вот у нее видимо корни вот имеют тенденцию вот так вот ветвиться но не только у нее у многих орхидей и вот на одном тяже держится и то тоже здесь вот то что выше начинает переставать функционировать здесь вот веламин начинает подсыхать ну ладно этот корень я не буду пока удалять хорошо и здесь у нее две почечки которые вряд ли будут работать вряд ли будут развиваться вот такое бывает часто это следы белые белые это следы от зеленого мыла от обработок ну я обе буду сажать даже не знаю может быть этот ее тогда может посадить стаканчик поменьше небольшой стаканчик не сажать ее в большой горшок пусть она наращивает корни потому что я не удивлюсь если она еще и эти тоже корни все отсушит и потом придется ее еще пересаживать но зато радует что здесь вот оказывается есть растущий кончик хоть он и светленький кстати не зеленый тоже что ли померз бедненький может все таки да посадить ее вот в маленький горшочек но это конечно будет неустойчиво ну корни из гульки нос я не вижу смысла сажать в большой горшок ну или или положить очень много дренажа чтобы уж в маленький горшочек не ломать ее корешочки ну да положу побольше дренажа вот это вот страшного керамзита который у меня есть вот так вот да так и сделаю эти корешочки поближе к стеночкам чтобы мне было видно что с ними происходит как они себя ведут прям крупный кусок пенопласта под попку как на стучке его сажу вот так вот прям наверное придется ее чем нибудь закреплять еще может резиночками потому что она конечно она не будет так держаться сама в горшочке потому что корней толком нет так я надеюсь у меня тут фокус не теряется смотрим все что это Субстрат у меня с перлитом, с кремневитом, потому что я стараюсь делать влагоемкий субстрат. Я это повторяю, ну стараюсь повторять в каждом видео, если вдруг кто-то впервые смотрит мой канал, потому что в моих условиях только так. У меня очень жарко зимой и летом, и я стараюсь сделать влагоемкий субстрат. Не знаю, скинет она цветочки или нет. Вроде как держится. Ну, посмотрим. Даже если скинет, ничего страшного. Здесь даже внизу получился зазор такой между керамзитом и донышком. Ну, ничего, такой воздушный карман неплохой. В горшочке сидит она неплохо. Сейчас я приступлю к посадке стандартной клеопатры. И эту посадку я уже не стану показывать, задерживать вас. И покажу только уже конечный результат. Вот так сидят обе орхидеечки в горшочках. Это стандартная клеопатра. У нее тут листик желтизной. И я вот тоже думаю, то ли он подмерз, и с желтизной, и без, ну, с плохим тургером. То ли он подмерз, то ли он немножко обгорел. Ну, ладно, время покажет. Вот так вот у меня это выглядит со стороны. Ну, тоже есть и пустоты, и заполненные места. И вот они, два красавца, два фаленопсиса рядышком снова. И по состоянию цветов, конечно, стандартный фаленопсис, он более такой вот подвял, более ощутил эту пересадку. Ну, и посмотрим, посмотрим, как они будут дальше себя обе вести, обе эти клеопатрочки. Большое всем спасибо за ваше внимание. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!